Москва принимает второй национальный чемпионат конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Обилимпикс». В связи с этим в информационном агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-конференция, посвященная правилам и этапам конкурсов, деловой программе чемпионата, а также социальной интеграции инвалидов. Международные соревнования пройдут по олимпийской системе и включат в себя конкурсы по 45 компетенциям, востребованным сегодня на рынке труда. Итогом прошедших отборочных этапов станет национальный чемпионат в 69-м павильоне ВДНХ. Впервые в мировой практике такие соревнования пройдут по инновационной модели. Участников разделили на категории – школьники, студенты и молодые специалисты. Это позволит дать равные возможности раскрытия своих навыков. О том, кто принимает участие в соревнованиях, рассказала Полина Ибрагимова. Сейчас принимать участие в соревнованиях, мы вообще всегда отбывали, от лиц, мы эту традицию поддерживаем и сохраняем, могут абсолютно все. Не важно, мы заболеваем человека, почему он получил инвалиды, здесь важно, конечно, больше профессиональные качества. Проект объединяет вузы и общественные организации, развивает волонтерское движение, способствует преодолению психологического барьера и ускоряет интеграцию инвалидов в обществе. Наталья Починок поделилась подробностями этого проекта. Мы сможем подготовить несколько тысяч, может быть, десятки тысяч волонтеров по данной методике. Очень важно, что эта методика представляет не только теорию, но и практические занятия на площадках общественных организаций инвалидов, которые есть в каждом из субъектов. И активно к образовательному процессу привлекаются сами люди с инвалидностью. Движение «Обилимпикс» меняет отношение работодателей к людям с инвалидностью, а именно расширяет сферы профессиональной деятельности. Сегодня они уже конкурентно способны на рынке труда. Эта программа дает возможность людям с инвалидностью показать свой профессиональный уровень, почувствовать себя в профессии равными, а может быть, даже по уровню и превзойти здоровых профессионалов. В рамках чемпионата проводится деловая программа, которая включает проведение всероссийских конференций, круглых столов по вопросам профессиональной реабилитации, создание и организации единых правил доступности услуг для людей с инвалидностью. Аглая Александрова, Екатерина Рычковская и Александра Колтун, телеканал «Просвещение».